Участники ярмарки, работодатели, индивидуальные предприниматели, компании, соискатели и специалисты кадрового центра. Готовы помочь гражданам подобрать подходящего нанимателя. Кроме того, в центре занятости можно найти не только новую работу. Всем желающим здесь предлагают пройти переподготовку. Мне предложили пройти обучение по массажу лица. Бесплатно обучилась. Мне обучение безумно понравилось. И сейчас я собираюсь реализовать себя по новой профессии. Нашла свое новое призвание. К участию в федеральном этапе ярмарки подключились порядка 20 работодателей округа, которые представляют более 200 вакансий. На мероприятие пришли как возрастные соискатели, так и молодежь. Очень понравилось, все очень хорошо организовано. Добрый, отзывчивый персонал и в целом очень теплая атмосфера. Полезной информацией для начинающих предпринимателей поделилась маркетолог Алина Сватковская. Девушка когда-то тоже пришла в центр занятости, чтобы найти работу. Я обратилась за финансовой поддержкой и открыла свое дело. И сегодня я выступаю на ярмарке вакансий в качестве спикера. Сегодня провожу лекторий для предпринимателей, как продвигать свой бизнес и как продавать. Делают банки, которые приведи друга, получишь деньги. Либо каких-нибудь девушек приглашают на услугу с подругой. Приди с подругой, получи скидку. То есть мы также предлагаем два товара, или приведи друга, или что-то такое, по меньшей стоимости даем скидку. У кого день рождения, допустим? Да, да. Для участников СВО и членов их семей прошла встреча с представителями Государственного фонда «Защитники Отечества». Организация предоставляет психологическую, юридическую и медицинскую помощь. Кроме того, фонд помогает военнослужащим восстановить документы и устроиться на работу. Я здесь со своими подопечными, чтобы помочь им трудоустроиться, найти себя в жизни. Конкретно вот я сейчас с двумя. Один из членов семьи погибшего, один ветеран боевых действий. Сейчас вот они прошли две консультации. Посмотрим. Количество вакансий, которые предлагались на ярмарке, внушительное – порядка 250. У соискателей была возможность найти работу в сфере экономики, транспорта, связи, обороны и пищевой промышленности, торговли и общественного питания. Я представитель компании «Лето». На сегодняшний день я сюда пришла, чтобы найти таких сотрудников, как повар, кондитер, слесарь и продавец. Люди подходят. Вот как раз нас заинтересовал кандидат, который подошел сегодня на слесаря. Надеемся, что он у нас трудоустроится и будет работать. Руководитель кадрового центра Ирина Ипатова считает, что маленький стаж, возраст и нехватка опыта – не проблема для того, чтобы устроиться на работу. В центре занятости всегда окажут поддержку и помогут найти свое призвание. Есть работа как для опытных соискателей, так и для начинающих. Если, допустим, не хватает квалификации у гражданина определенного возраста – 50-65 лет, то мы можем переобучить или повысить квалификацию по программе демографии. Не упускайте свой шанс, принимайте участие в ярмарках. Мы всегда рады помочь вам и ждем у себя в кадровом центре.